приветствую всех температура уже понижается и знаете как говорили как писали в советских газетах зима спросит строго в общем готовы ли вы к зиме вопрос естественно к автомобилистам и пожалуйста если вам есть чем поделиться звоните в студию 65 10 996 или пишите сообщение на сайт finam.fm главный вопрос современности как мне кажется уже давно не менять шины на зиму или нет конечно же менять и тем кто сомневается я расскажу сейчас почему это нужно сделать но кстати может быть есть среди вас еще и там смелые люди которые ездят круглый год на зимних шинах или наоборот не меняют летние на зиму ну да звоните поговорим вот так вот главный вопрос не менять ли шины как мне кажется а шипы или не шипы на эту тему масса споров сломана масса копий и твердосплавных наконечников шипов у нас в авторевью есть свое мнение на этот счет у нас кстати тоже кто-то ездит на шипах кто-то без шипов но тем не менее главное мы можем ответить на многие вопросы связанные шинами к сожалению сейчас в студии нет моего коллеги олега растягаева я хотел чтобы он был чтобы мы вместе отвечали на ваши вопросы он сейчас как раз летит в очередную командировку олег один из главных если не главный эксперт в россии по шинам он делает уже многие многие годы шинные тесты мы в 3 проводим испытания я расскажу если до этого дойдет расскажу как это происходит и что мы в итоге получаем и из года в год мы публикуем перед сезоном в авторевью обширные тесты шин в которых входят и шипованные и не шипованные и очень интересно во первых следить за развитием из года в год за развитием шинной индустрии она развивается и конечно же те зимние шины которые мы можем купить сейчас лучшие из них на голову превосходят то что было раньше вот смотрите есть у нас уже звонок дмитрий дозвонился дмитрий здравствуйте доброе утро доброе вы знаете хотел да поделиться с вами мыслями по этому поводу ну-ка вот я имею права с 94 года и где-то проехал наверно более миллиона километров и разные были автомобилей полноприводные переднеприводные заднеприводные так вот есть я значит на липучки как принято говорить да то есть ездил я на различные шипованные резине ну в общем резюме такое краткое до что вот липучка хороша на полноприводной машине и к сожалению хватает ее максимум при вот такой езде как у меня на один сезон вот значит залог наверное все таки такой залог успеха это однозначно вовремя менять резину естественно как мы его совершенно правы, да, то есть с летней, с зимней, выбирать, наверное, надо все-таки не по выпаданию снега, а по температурному режиму, да, то есть как только температура там сваливается в районе нуля, наверное, надо все-таки менять уже резину. Абсолютно. Стабильно около нуля, значит, и, наверное, все-таки это должны быть шипы, несмотря на то, что Москва, область, все равно шипы, и как бы вот все, наверное. А что же вы делали-то так с резиной, что она у вас прямо за сезон-то изнашивалась? Ну, не то, что за сезон она изнашивалась, то есть как бы там индикаторы износа-то были в норме, просто, я не знаю, можно ли марки называть, да, не сочтете этого из рекламы? Абсолютно, конечно, называйте, конечно, конечно. Ну вот я из липучек ездил, значит, на Нокке Хакапеллит ЭКУ, совсем давно такая была резинка, потом ее приемник RCI, вот, на этом я закрыл эту тему, значит, ну и зимняя резина из липучки была еще Мишлена Альпин Дуа, то есть, ну это вообще прекрасная резина, но только вот не такая, потому что зимой она очень плохо себя на льду ведет. Абсолютно. Вот, Хакапеллита, она прекрасно себя ведет на льду, но первый сезон, то есть второй сезон, когда вот эти вот чешуйки изнашиваются, да, то есть как бы сама резина еще ого-го, выглядит как новая, но уже вот такого торможения на льду уже нет, вот на втором сезоне, поэтому только шипы. Дмитрий, спасибо. Абсолютно верное и очень, кстати, профессиональное мнение от человека, пожалуйста, который не является экспертом, тем не менее очень важную вещь Дмитрий сказал, которую я обязательно повторю позже. Зимние шины гораздо более критичны к состоянию резины протектора, нежели чем летние. И если зимние шины, особенно вот те, что называются липучки, не шипованные скандинавского типа, которые мягкая, мягкая резина с массой уловок, которая должна цепляться за лед. Как только проходит время несколько лет, она от времени уже теряет свои свойства. И она внешне может выглядеть как практически как новая, а качества ее уже потеряны. И использовать ее нельзя. И как ни странно, и как ни жалко, ее надо просто выбрасывать и менять на новую. Геннадий дозвонился к нам. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте. Здрасте. Да, тоже хотел бы поделиться опытом по поводу летней и зимней резины. То, что менять нужно действительно только по температуре, потому что рассчитано как бы на температуру, а я всегда думал, что как бы, ну, только там, если снег вы пойдете. Да, да, да. А вот по поводу шипованная или липучка, вот мне просто сказать-то тоже много чего есть, но все-таки тоже хотел бы послушать, что говорят слушатели, что скажут ведущие там, опытные, может, какие-то специалисты будут. И хотелось бы услышать, я тоже вот езжу постоянно, Москва-область, Москва-область. По Москве, конечно, я бы ездил с удовольствием на липучке, потому что, ну, шип на мокрой дороге, он все-таки не то сцепление с дорогой. Да, да. Но стоит отъехать три километра от МКАДа, и там начинается снег, и там вот на липучке особо не поездишь. Геннадий, а вот ваше представление о том, что шип на асфальте плохо, оно на чем основывается? Ну, потому что была резина шипованная, и на асфальте она как бы проскальзывает иногда. Какая? У меня была пирелли. Вот, а если бы вы ездили бы на континентале, да, шипованном, то у вас бы такого не было, и мы об этом поговорим, потому что шип шипу рознь, и вот наши тесты авторевью из года в год показывают, что лучшие шипованные шины ведут себя лучше на асфальте и мокрым, и сухом, чем липучки. Да? Да, абсолютно. Ну, просто континент он никогда, ну, не сталкивался, не знаете. Ну, в основном пирелли, там, гульер, стоил, когда на рамках спаляют. Ну, вот, тем не менее. Геннадий, спасибо. Да, спасибо. Да, пожалуйста. Вот, опять-таки, поговорю об этом еще подробнее, но колоссальная разница есть между внутри, понимаете, подразделом, внутри шипованных шин есть хорошие, средние, плохие. Внутри нешипованных шин есть хорошие, средние, плохие. И, ну, это очень сложная штука, да, вот, поговорим об этом чуть позже, я расскажу. А пока послушаем, что нам скажет Максим. Максим, приветствую. Доброе утро. Доброе. У меня, на самом деле, не комментарий, а я вот вам вопрос задать хотел, как более, так скажем, квалифицированному человеку в области автомобилей. Вот, я, честно говоря, старым, так сказать, дедовским способом это зима, шип, лето, ну, обычные летние резины. Да. А в силу того, что сейчас вариантов, как бы, шин зимних стало довольно много, мне, на самом деле, очень интересно, чем в лучшую или в худшую сторону просто отличается шип и липучка на небу, как бы, на Насте и на ледяном покрытии, которого, в принципе, в Москве, по большому счету, нет нигде. Да. Максим, спасибо, вопрос я понял. И давайте я поподробнее вообще расскажу о том, наверное, какие зимние шины бывают, как их делают, как их разрабатывают, как их испытывают и чем они друг от друга отличаются. Прежде всего, начнем с того, что раньше зимних шин не было вообще. Я езжу постоянно каждый день, начиная с 86-го года. Естественно, начинал ездить на советских машинах, на Жигулях. У меня была копейка, потом 13-я, на родных шинах диагональных И-151. И никто не мог достать... Была одна модель зимних шин, так называемая снежинка. Как сейчас я понимаю, это были жуткие, совершенно дубовые покрышки, но хотя бы они были с таким внедорожным рисунком протектора, с крупными шашечками такими. Цеплялись они за снег, и тот только за рыхлый. Если их шиповали, они вели себя неплохо на льду. И я до сих пор помню тот шок, когда в каком-то там то ли 86-м или 87-м году меня прокатили на вазовской двушке с шипованной снежинкой. Я просто... Я был в шоке. Я не понимал, как можно так быстро аж на второй передаче проходить там этот знакомый поворот. Потому что я привык к тому, что если ты выехал и под колесами снег или лед, то каждое торможение это прямо экстрим. Буквально каждое торможение это тебе нужно имитировать АБС, топать ногой по педали, очень аккуратно работать и естественно никаких там АБС на вазовских машинах до сих пор нет. Позор, конечно. Тем не менее, как-то ездили. И во многом, кстати, еще и потому, что шины тогда были немножко другими. Вот та же диагональная эта вот И-151 резина, она была универсальной, всесезонной по рисунку протектора, то, что называется. Сейчас такие шины тоже есть, очень широко их принимают в Штатах и я считаю, что это неправильно. потому, что за эти десятки лет шагнула вперед и автомобильная отрасль и шинная. И об этом мы поговорим после новостей. Зимние шины. Зачем они? Какие они? Я рассказал немножко про советский опыт и сейчас я вспоминаю тот шок, когда я сел с заднего привода с копейки на передний на девятку вазовскую. Это был 89-й год. Мы купили новенькую в семье благодаря деду-ветерану новенькую девятку по госцене и я начал ездить на ней, а копейка стояла в гараже. И в какой-то значит в какой-то зимний уже такой день я понял, что лучше не нужно ездить на этой машине, лучше поставить ее в гараж. поехал туда в гараж по голому льду, еду как-то нормально, все прекрасно, приехал, забрал копейку, еду по той же дороге и не понимаю там, что происходит, потому что меня крутит и так далее. Вот насколько был колоссальный шаг в технологиях, конечно, передний привод и задний. И то же самое, ну и как бы и шасси, потому что все-таки девятку-то доводила фирма Porsche. в шинах произошел такой же колоссальный скачок в технологиях. Если мы сравним покрышки, да, в общем-то, и летние тоже, и зимние, скажем, 80-х годов, начало 90-х, и нынешние, это просто колоссальная разница. Никто, если говорить о летних шинах, никто в те времена не мог подумать, что тормозной путь на асфальте со 100 километров в час может быть там 34-36 метров. А сейчас, пожалуйста, это есть уже там не у суперкаров, а у таких вполне бюджетных себе автомобилей. То же самое с зимними шинами. Даже, в принципе, в Скандинавии потихонечку это все, то есть, естественно, конечно же, впереди планеты всей была Скандинавия в разработке их зимних шин. Потом, потихонечку, это все дело распространилось на Европу. И очень, кстати, очень большое влияние оказал автоспорт. Известное ралли Монте-Карло, например, на котором, а там, я вот ездил в прошлом году на историческое ралли Монте-Карло, испытал на себе, каково это было в 60-е, в 70-е, в 80-е годы. Очень тяжело, очень тяжело. И я еще раз понял, почему ни разу советские экипажи на 21-х Волгах, на 407-х Москвичах ни разу не дошли даже до финиша. Не то, чтобы там что-то там завоевали. Потому что невозможно. Потому что они приезжали на эту гонку на практически обычных серийных машинах и на летних шинах. Там вообще нечего ловить. Потому что там горы, снег и лед. и потихонечку технологии шинные развивались. И уже покрышки, скажем, 90-х годов уже существенно отличались от летних. Прежде всего составом резины. Ведь смотрите, для того, чтобы летом на асфальте держать автомобиль массой тонну, полторы, две или больше, вся эта махина несется со скоростью хотя бы пусть даже 110 км в час. Это все равно очень много. И она фактически опирается у вас на дороге на 4 маленьких пятна контакта. Все силы генетические, все силы от дороги передаются именно этими маленькими пятнышками. И для того, чтобы шины летние выдерживали все эти нагрузки, резину их делают достаточно твердой. Что происходит, когда у нас опускается температура окружающего воздуха? Плюс 10, плюс 5, плюс 1, 0, резина твердеет. И она перестает цепляться за асфальт. Машина начинает скользить там и тогда, где раньше она не скользила, а просто ехала. И это очень и очень опасно. Особенно, когда температура опускается резко, и вы еще психологически влете. Понимаете, вы привыкли к тому, что можно сейчас разогнаться и можно сейчас прямо резко затормозить перед бампером. А-а, уже нельзя. Уже совсем другие условия. И именно вот в этом диапазоне плюс 1, плюс 2, как правило, где-то происходит такой вот переход, когда нужно менять шины на сваренные из другой резины, грубо говоря. Я, конечно, там поговорю подробнее про конструкцию шин, там все гораздо сложнее. Но вот представлять себе нужно именно это. Зимние шины изначально мягче. Для того, чтобы их резина была мягкой и была способна цепляться за асфальт, даже при низких температурах. Минус 10, минус 20, там даже минус 30. У нас же бывает в Москве. Даже в Москве бывает минус 30. Понимаете? А вот зимние шины это такая штука, понимаете? Есть многие люди, которые говорят, я езжу спокойно, я никуда не тороплюсь, я никогда, я резко не торможу ни разу в жизни, у меня не было аварий, поэтому мне все равно на чем ездить. На летних шинах я просто поеду медленнее. Ребят, это иллюзия, это совершеннейшая иллюзия, потому что понимаете, это как все системы безопасности, как ремни, как подушки, как антиблокировочная система в приводе тормозов. Они могут понадобиться вам один раз в жизни, но они могут вам реально понадобиться. Понимаете? Это вопрос нашей с вами безопасности, нашей судьбы и жизни. Понимаете, вы остановились или не остановились. Разница между, вот мы делаем в авторевью шинные тесты, разница в тормозном пути может достигать двукратных величин. То есть на летних шинах, скажем, в минус два, вы просто нажимаете на тормоз, автомобиль катится вперед, вообще никак не замедляясь. И тормозной путь у вас будет 50 метров. Это очень много, причем с небольшой скоростью. И вы понимаете, вот это отвратительное ощущение, когда вы едете на плохих, неправильных шинах по скользкому покрытию, отвратительное ощущение беспомощности. Потому что вы не можете вообще ничего сделать, у вас нет сцепных свойств. Шины не цепляются за покрытие. Это самое страшное. Так вот, для того, чтобы шины цеплялись за покрытие, инженеры шинных компаний, ведущих, Nokian, Gislovet, была такая компания, сейчас это под бренд концерна Continental, Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Dunlop и так далее. Они за последнее десятилетие, конечно, во-первых, очень рывок помогло совершить компьютерное моделирование, когда люди, знаете, в компьютере моделируются ведь не только какие-то бизнес-процессы, там же не только делаются презентации, но также есть специальные программы, в которых можно создать компьютерную модель шины, компьютерную модель покрытия, асфальта или снега, льда и провести испытания. Это очень здорово помогает отбрасывать ненужные нерабочие варианты. Компьютерное моделирование это раз. Другие технологии резины, варки резины это два. Например, сейчас во всех шинах применяется так называемая силика, которая улучшает сцепление шины с мокрым асфальтом. Применяется масса ухищрений на как бы даже таком на микро уровне. Например, пористая резина. Вы не можете этого видеть невооруженным глазом, но сам материал протектора хороших современных зимних шин, он как бы пропитан микропорами. Для чего это нужно? Дело в том, что тот же лед, например, он тоже бывает разный. Знаете, как у олеутов есть сколько там 30 слов для обозначения снега, потому что он разный в зависимости от температуры и от влажности. То же самое у шинных инженеров. Потому что, например, лед, самое страшное, это лед при температуре около нуля. Почему? Потому что когда шина катится по этому льду, из-за нагрева локального этот ноль превращается в плюс один. Лед тает, именно вот конкретно в пятне контакта. Это происходит вот в те миллисекунды, пока он по нему катится, но это происходит. Из-за этой теплоты шина плавит лед и начинает скользить по водяной подушке. Это очень страшно. И, например, в последних наших шинных тестах, которые ребята, вот Олег Растегаев и Никита Гудков делали в Мичигане на американском полигоне. Им удалось измерить эту разницу, потому что у них в один день был минус девять, а в другой день минус один. И вот интересно, одна и та же шина, предположим, Michelin X-Ice 2 не шипованная, одно и то же торможение с 35 до 5 километров в час используем ABS. Все, прецизионная аппаратура. Так вот, минус девять на одной и той же шине, один и тот же автомобиль, тормозной путь 16,7 метра, а минус один 34,7 практически в два раза, понимаете? То есть, когда холоднее, ездить по льду безопаснее, чем при около нулевой температуре. И, естественно, инженеры все это знают, естественно, применяют массу ухищрений. Вот те же там, микропористая резина, специальные добавки, специальные даже, значит, вводят в резину специальные такие волокна, чтобы они тоже цеплялись за лёд. Это мы пока не говорим даже про шипы. Шипы – это отдельная песня. В общем, современная зимняя шина – это очень сложная, очень сложная такая штука, гораздо сложнее на самом деле даже и летний. Например, там те же плечевые блоки для того, чтобы резину делают мягче, но есть же ещё и асфальт. А на асфальте это тоже особая тема, понимаете? Потому что сделать покрышку, которая, скажем, хорошо цеплялась бы за голый лёд, можно, но есть же ещё и снег, и причём снег бывает и укатанный, и рыхлый, и есть же ещё и асфальт. И асфальт может быть и мокрый, и замёрзший, и такой, и сякой. А есть же ещё и так называемый слэш, шуга, снежная такая каша, на которой тоже шина должна цепляться. В общем, колоссальное разнообразие покрытий, и вот мы во время наших тестов пытаемся испытать покрышку во всех этих условиях. И очень интересные получаются результаты. Поговорим об этом после очередного выпуска новостей на Финамокар. Говорим про зимние шины, чем они отличаются от летних, и почему их надо применять, и какие. Я рассказал немножко про устройство самой шины, про то, как делается сам материал протектора. Есть еще масса ухищрений. Вот, например, как сделать так, чтобы зимняя шина с мягкой резиной нормально себя вела на асфальте. Вот одно из ухищрений. Представляете себе, да, блоки протектора, это такие, значит, такие шашечки, да, которые, между ними, естественно, есть промежутки, канавки, чтобы туда заходил снег, вода, чтобы их отводить из пятна контакта. Когда такая машина с такой покрышкой едет по асфальту, мягкая резина подламывается очень сильно. Это очень здорово ухудшает управляемость. И это плохо, опять-таки, с точки зрения безопасности, потому что весь протектор, когда вы нажимаете на тормоз, весь протектор у вас мягкий, как резина, как масло, он начинает плыть, и у вас удлиняется тормозной путь очень существенно. В любом случае, кстати, вот когда вы сейчас переходите с летних шин на зимние, помните, что, как правило, у вас тормозной путь будет длиннее, даже на асфальте, понимаете, даже когда у вас совершенно светит солнышко, прекрасная погода, минус 5, все чудесно поют в душе птички, тем не менее, нельзя на зимних шинах держать такую же скорость, потому что они скользят гораздо больше. Но вопрос в том, насколько больше. И вот лучшие из шинных производителей, что, например, делают для того, чтобы противодействовать негативным эффектам? Представьте себе два дома, стоящих рядом, две, скажем, стандартных 12-этажных блочно-панельных башни. Вот они стоят совсем рядом, как блоки в протекторе. Настолько рядом, что вот вы вышли утром на балкон и можете чуть ли не дотянуться до балкона соседнего дома. Вот если сейчас ваш дом наклонить, он упадет на соседний. И, предположим, и начнет, и они начнут падать вместе, как домино, положенное друг на друга. Так обычно ведут себя вот эти вот блоки в обычных шинах. А теперь представьте себе, что оба дома с балкончиками. И они, балконы, зацепились друг за друга, и фактически, и все, и падение остановилось. И вы больше не можете наклонить, потому что дома держат балконы. вот такую же технологию используют шинники. Используют такой специальный микропрофиль на боковых поверхностях этих блоков для того, чтобы они в поворотах замыкались друг на друга и лучше держали, чтобы как бы протектор, который мягкий на льду и на снегу, был бы более твердым на асфальте. Масса всего. Ну, естественно, шипы. Потому что при всех ухищрениях пока не придумано лучших способов цепляться за лед, чем шипованные твердосплавные вставки в шипах. Раньше шипы были обычными, потом появились твердосплавные вставочки в алюминиевом корпусе. Естественно, эффективность шипов зависит от того, какой у них вылет. Вылет, как правило, миллиметра полтора у гражданских шипов, у боевых есть там и 5-миллиметровые шипы, и ездить на них по льду это, конечно, фантастика. Вообще, ты просто невероятно, ты не можешь себе представить, что на льду автомобиль может развивать такие боковые ускорения, так ускоряться, так замедляться, практически как на асфальте, иногда даже круче. Но, естественно, из соображений безопасности, изнашиваются очень покрытия с длинными шипами, их вылет ограничен, а в странах Западной Европы, например, шипы вообще запрещены. я помню нашу историю, авторевьюшную, когда в 90-х коллеги поехали на редакционном внедорожнике Land Rover Discovery на шипах Nokian Hacopelita, поехали куда-то, я ничего не помню, то ли на краш-тест они ехали, то ли еще куда-то в Германию, их остановили немецкие пограничники на границе и говорят, ребят, мы вас не пропустим, у нас запрещено. И вот что им делать? Ребята выковыривали шипы, пришлось пойти, потому что на куда? Надо быть ровно там через 12 часов, надо быть там-то, и все. шипованные шины разрешены и поощряются и применяются широко в Скандинавии и запрещены практически во всех странах Западной Европы, Германии, во Франции. Именно поэтому мы говорим очень часто о, скажем так, зимних шинах двух категорий, скандинавских и западноевропейских, потому что в Западной Европе все-таки зимы мягкие, в той же Германии или во Франции. Да, есть горные районы, но в основном лед на дорогах там практически бывает очень редко. В Скандинавии же, наоборот, очень часто дороги вообще не чистят, ну, то есть, не чистят до асфальта, да, естественно, чистят, посыпают гранитной крошкой, но оставляют на ней ледяной панцирь, и поэтому укатанному ледяному панцирю, который очень часто шершавят даже специальные дорожные машины, очень хорошо ездить именно на скандинавских шинах, скандинавского типа, которые рассчитаны на то, чтобы ездить по снегу и по льду укатанному. Россия в этом смысле попадает в такую странную категорию, понимаете, вот как мы вообще, вот Россия, она не Европа и там, и не Азия, а нечто среднее, и так вот и в смысле с зимними шипами. Мы не Европа, потому что у нас разрешены шипы, и у нас есть очень множество дорог, которые, скажем, вообще не чистят. Естественно, речь о, если говорить о Москве, это загород. И там постоянно лед и постоянно асфальт. Однако в самой Москве дороги чистят до асфальта с применением противогололедных реагентов, которые, к сожалению, очень часто, и мы об этом отдельно, это отдельно сделаем передачу, на эту тему. Они даже ухудшают сцепление с дорогой. Те препараты, которыми последние годы посыпают наши трассы, это ужасно, это чудовищно. Тем не менее, получается, что человек, который ездит в городе, вроде как в шипах не нуждается, потому что очень редко бывает лед. Однако, вот как звонил человек, он выезжает за город и все, там без шипов уже очень сложно. Потому что, почему шипы до сих пор эффективнее? Они непосредственно цепляются за лед, они царапаются за него. Распространенное заблуждение о том, насчет того, что шипы скользят по асфальту, это именно что заблуждение. На асфальте работает резина, работает протектор, и фактически там это выступание полуторамиллиметровое. Шипа, оно никакой роли негативной не играет, поверьте. Мы из года в год делаем сравнительные тесты шипованных и не шипованных шин, и из года в год лучшие результаты при торможении на мокром асфальте и на сухом асфальте среди одинаковых шин скандинавского типа, мягких, грубо говоря, показывают именно шипованные шины. Почему? Потому что если у вас на льду делают основную работу шипы, то вы можете сделать саму резину протектора более твердой. Понимаете? Если у вас шипов нет, вам нужно применять все вот эти ухищрения микропористость, мягкость, там бла-бла-бла. если у вас есть шипы, вы можете ну как бы дать в идеале конечно же если взять самую лучшую мягкую покрышку скандинавского типа и еще засандалить туда шипы, будет еще лучше на льду. Но это будет уже во-первых через чур и опять-таки не нужно забывать про другие условия вождения про снег и про асфальт. Поэтому я сторонник шипов. Да, понятно, что естественно цокать шипами по асфальту в Москве месяцами вроде как глупо. Но во-первых не дай бог вот вы выезжаете куда-то за пределы МКАД вам шипы могут понадобиться опять-таки вот один раз но понадобиться могут очень здорово. Во-вторых есть такая штука как так называемый черный лед. Это самая страшная вещь когда вода на чистом асфальте замерзла вы едете вечером вы не видите что это лед и вы психологически понимаете что сейчас вы затормозите точно так же а сцепления вообще нет никакого и еще страшно что вот как раз черный лед он бывает при около нулевой температуре как раз вот я говорил когда на поверхности этого льда вода и у вас получается такой слоеный пирог это вообще ужас понимаете не дай бог вы попадете шипы спасут конечно же опять-таки конечно будет тяжело но шипы сократят тормозной путь очень существенно полуторакратно двукратно представляете 20 метров или 40 колоссальная разница вот сообщение кстати с сайта финам фэм виктор пишет добрый день леонид что вы можете сказать про зимнюю резину федерал корея виктор ничего не могу сказать потому что очень много сейчас появляется и китайских марок и корейских марок и вроде как понимаете выглядят они очень как бы по-зимнему у них могут быть шипы у них могут быть очень привлекательные цены потому что естественно они дешевле и вроде как там вот сосед говорит да я купил езжу все нормально наши тесты показывают что разница между хорошими породистыми покрышками и неизвестными колоссальная опять-таки может достигать двукратных величин полуторакратных величин по сцепным свойствам потому что вы невооруженным глазом никогда ведь не заметите понимаете ни этого микрофрофиля ни того из какой из какой резины сварена сама покрышка ни понять как она испытывалась в каких условиях потому что конечно же доля испытаний в разработке очень велика это очень дорогостоящая штука нужны агрегаты носители нужны разные прототипы нужны очень опытные эксперты которые вот к счастью у нас есть в авторевью это очень дорого поэтому моя рекомендация особенно в том что касается зимних шин не доверять неизвестным брендам а смотреть благо есть интернет есть результаты независимых шинных испытаний которые делаем мы в авторевью делают коллеги за рулем можно посмотреть и там из года в год есть примерно так сказать головка ведущих шинных компаний которые очень серьезно кстати прислушиваются к нашему мнению следят за нашими тестами и очень часто перенимают и наш подход и мы в общем-то гордимся этим нашим вкладом в усовершенствование шин и в улучшение активной безопасности ну что друзья вот мы поговорили про зимние шины что что можете вот теперь сказать в свете вышесказанного шипы или не шипы звоните пожалуйста 6510996 код города 495 и давайте как бы финализировать вышесказанное повторюсь породистые шины по нашим результатам лучше и вот например последний тест который делали мои коллеги опять выиграли шипованные шины nokia nhacapelita 7 на втором месте с очень небольшим отрывом шипованные шины continental conti ice contact это наследники моих любимых winter viking на третьем месте michelin excise north 2 опять-таки шипованные это результаты усредненные то есть и эти шины мы можем рекомендовать и тем кто ездит по асфальту и по снегу и по льду понимаете дальше там идут там например четвертое место у нас заняли не шипованные шины continental conti viking contact 5 но они проигрывают очень здорово как вы думаете где при торможении на мокром асфальте то о чем я вам говорил что на асфальте когда есть у вас шипы то резину можно сделать тверже и она будет просто лучше держать вот а дальше идут уже там гудьер hankuk якогама такие вот уже да там данлоп шины такие да скажем так второго эшелона и ну поверьте разница для особенно для тех кто ездит на там предположим на мощном автомобиле да разница очень существенная вот давайте послушаем теперь что скажет нам Илья Илья приветствую вас Добрый день Здрасте Я Москва Ну я живу за городом и у меня достаточно часто возникает ситуация что там при подъезде к дому есть спуск и потом подъем и на этом спуске очень часто когда начинается гололед автомобили пробуксовывают особенно фуры и так далее вот я у меня до этого был автомобиль заднеприводный достаточно тяжелый и очень часто я вот все для себя решал что выбрать либо не шипованную резину либо шипованную потому что по городу я разницы особо не замечал если только допустим торможение по сухому асфальту конечно шипы у меня тормозной путь увеличивали но какие какая марка шин была у меня был континенталь я сейчас не помню к сожалению я пользуюсь сомн континенталь просто я выбирал для себя либо шипованную резину либо не шипованную я там каждый год менял просто смотрел в зависимости и вот для себя вот я сделал такой вывод что у меня возникает ситуация когда нужно именно приходится ездить по льду или вот по таким вот местам где лед бывает часто и поэтому я остановился на шипованной резине и сейчас стараюсь использовать только шипованную потому что я езжу по городу но все равно у меня возникает необходимость где-то зимой абсолютно Илья спасибо поддерживаю такой подход и напоминаю о том что опять-таки шипы шипам рознь шипы могут выступать на разрешенные полтора миллиметра а могут на полмиллиметра и смысл тогда в них пропадает фактически а такое очень часто встречается давайте послушаем что скажет нам Роман Роман приветствую здрасте очень интересная передача много почерпнул для себя спасибо паберно поступаю на одной машине круглый год стоят зимние шины на другой машине круглый год стоят летние шины КАМА на них умудряюсь ездить и зимой и летом в первую очередь надо обращать внимание на аккуратность вождения потому что вы правы абсолютно путь отличается не в два раза а раз в пять тормозной вот и конечно в первую очередь надо думать о стиле вождения а не о шинах а шина это конечно хороший инструмент который вам поможет но в первую очередь надо себя контролировать и не гонять на льду это правда это правда Роман спасибо но на самом деле вот то о чем я говорил понимаете не гонять по льду вы можете попасть в аварию причем ну в такую нехорошую даже когда вы не гоняете 60 км в час вроде как вы едете понимаете а по льду это уже на плохих шинах это уже все это уже экстремальщина Борис ой так прошу прощения да Иван Иван приветствую вас да да здравствуйте вы в эфире Иван Москва митин да мне такой вопрос мне довелось с зимой отъездить в Австрию на клеенке так называемой на чем вопрос почему на клеенке на шинах бридштон без шипов но на зимней резине так вопрос если в Австрии в горах достаточно тоже низкая температура было до минус 25 минус 30 да был обильный снег но австрицы запрещают ездить на шипово на резине почему потому что потому что в Европе вообще вот я то о чем я говорил в Европе шипы запрещены они действительно они изнашивают дорожные покрытия но если они безопаснее во время движения то же самое в горах ведь торможение на склоне без пуски например во время сильного поворота абсолютно точно абсолютно точно это колоссальная проблема в Европе но проблема в том что вот как я рассказывал в основном вся Европа это асфальт и совсем немножко снега и есть горы но к сожалению они не могут разрешить понимаете нельзя сделать одну зону как бы да для гор где разрешены шипы и другую для равнин где шипы запрещены поэтому они пошли вот на такие вещи и что они предлагают это цепи цепи противоскольжения которые цепи я одевал но в них выше 40 километров в час в день вообще в принципе нельзя конечно конечно именно поэтому для европейцев в общем-то гололед это прямо такой понимаете экстремум а для нас это в общем это наша жизнь вот так спасибо за информацию спасибо Дмитрий алло Дмитрий да добрый день я возможно пропустил потому что сначала передачу слушаю но вот хотел бы очень важную тему поднять и мне очень интересно ваше мнение как эксперта вот значит у меня машина изначально там стояли разные широкие диски да и вот вопрос переобувки на зиму да это проблема то есть причем вопрос даже не то что это гораздо дороже получается если мы пооденем изначально как бы да то есть тишины которые изначально рекомендованы заводом-заготовителем дилеры просто выходят из положения просто готовый комплект как правило это радиус там на единичку меньше и соответственно колеса там одинаковые все напередине на заднюю ось да я последовал значит рекомендациям дилера на первый сезон значит и собственно говоря результат не осталось долго ждать то есть у меня задняя ось она фактически улетела за один сезон потому что машина ну относительно скажем так мощная там 204 лошадиные силы это мерседес E-класса и собственно говоря в следующую зиму причем резина стояла хорошая это была семерка хакапеллита значит на следующую зиму пришлось взять на родные диски одеть как бы тот размер который изначально рекомендован заводом но вот в управляемости скажем так за счет того что сзади там стоит калоша 225 да то есть достаточно широкая я очень сильно потерял и как бы вот конечно такого ощущения как на более узкой резине которая к сожалению завода не рекомендовано как бы ну дилерам рекомендуется да 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 как вот здесь быть как вы считаете да то есть какие выходы возможны ну и собственно говоря какое правильное решение принять это сложный вопрос один из самых сложных вопросов спасибо Дмитрий но честно говоря ответа наверное нет потому что опять-таки вот мы говорим про разные подходы Европа и так сказать и Скандинавия и Россия в Европе практически таких проблем нет поэтому все больше и больше автомобилей современных разрабатываются с такими скажем типа размерностями колес которые вот хороши только в тех условиях для которых их создавали как только появляется что-то вот экстремальное как тот же там гололед наш и наши широчайшие вообще разброс да от того же сплэша такого льда сякого льда такого асфальта сякого асфальта появляются проблемы и с современными дорогими автомобилями интересно что это вот относится именно к таким да к премиуму с разными передними и задними колесами очень редких размерностей как только дело касается таких машин вы понимаете что те же хорошие скандинавские покрышки которые можно поставить на автомобиль подешевле вы уже здесь применить не можете потому что предположим нет такого сочетания размерностей это проблема но все производители ее пытаются решить и здесь к сожалению ничего нельзя посоветовать кроме того как вести консультации с дилерами если один дилер не может предложить то может быть обратиться прямо в головное представительство скажем да в концерт даймлер к техническому специалисту что посоветует он в общем друзья шинная тема очень важна я надеюсь что за этот час вы хотя бы немножко так сказать в этом убедились еще раз повторю что хорошие шины очень сильно отличаются от средних средние от плохих шипованные от не шипованных поэтому слушайте Финам.фм читайте авторевью думайте ведите аккуратнее никогда не ездите на старых зимних шинах которым 5 лет и более с выпавшими шипами и так далее потому что друзья в конечном итоге это наша общая безопасность и это очень и очень важно мы вернемся к этому к безопасности еще не раз а следующую передачу попробуем посвятить тоже зиме спасибо всего хорошего спасибо